Бакинский апелляционный суд В пятницу на заседании Бакинского апелляционного суда выступили адвокаты и сами обвиняемые. Защита попросила суд вынести оправдательный вердикт. Адвокаты отмечали, что суд первой инстанции рассмотрел дело необъективно и без всяких основательных доказательств вынес обвинительный приговор. Если вы оставите этот приговор в силе, то совершите преступление, сказал адвокат Гаджилы. Аусман Киазымов, обращаясь к судье, обвиняемый Гахрамалы назвал это уголовное дело политическим заказом с целью запугать общество. Однако это дало обратный эффект. Мы вписали в историю страницы чести, а вы позора. Мы не смирились с рабством, сказал Гахрамалы. Мы протестовали против взяточничества, коррупции, хищения и лжи. Мы сорвали маску с лица авторитарного режима, в свою очередь сказал другой обвиняемый Меджадли. Турала Баслы заявил, что пока у власти Алиева такие сфабрикованные судебные процессы будут продолжаться, я не прошу и не ожидаю от вас справедливости. Арабская весна порождает русскую зиму, а русская зима создает азербайджанскую осень, и тогда в Азербайджане произойдет листопад диктатуры, добавил он. Арев Гаджилы сказал, что он не совершал не только уголовного преступления, но и административного правонарушения. Я горжусь, что арестован в борьбе за обеспечение свободы слова, сказал Гаджилы. Прокурор Хафиз Мранов попросил суд отклонить операционную жалобу. В то же время он сделал сенсационное заявление о том, что в отдельное производство выделено уголовное дело по факту разбитых витрин магазинов во время митинга 2 апреля. Если эти лица будут установлены, то они будут привлечены к уголовной ответственности. Отметим, что ранее следствие именно оппозиционеров обвиняло в нанесении учерба чужому имуществу. После этого судья удалился на совещание. Вернувшись, он объявил, что приговор остается в силе. В знак протеста против вердикта суда сторонники обвиняемых запели гимн Азербайджана. Адвокат Асабали Мустафаев, комментируя вердикт суда, назвал его несправедливым и сообщил, что это решение будет обжаловано в Верховном суде. Адвокат Асабали Мустафаев